Поздним вечером 7 июня украинские силы нанесли удар по оккупированному Токмаку, как утверждает российская сторона из реактивной системы залпового огня Хаймарс. По информации коллаборанта Владимира Рогова, обстрел был самым массированным за все время. В открытых источниках сообщается более чем о 30 прилетах. При этом оккупационная администрация говорит, что было разрушено два жилых дома, что довольно неправдоподобно, учитывая количество ударов. Жертв якобы нет. Законный мэр Мелитополя Иван Федоров дает совершенно другую информацию, намекая на большое количество погибших среди российских военных. Последние два дня горячо было в районе автотранспортного предприятия, МРЭО и железнодорожного вокзала, захваченных врагом. Не спалось оккупантам и сегодня до двух часов ночи. Подсчитываем, сколько оккупантов навеки устали от летней жары. В местных чатах Запорожской области также утверждают, что жертв среди российских солдат много. Токмак находится примерно в 30 километрах от линии фронта. Сами сторонники так называемой СВО говорят о населенном пункте как об одной из ключевых точек обороны путинской армии на запорожском направлении. Поэтому по пунктам дислокации противника в Токмаке наносятся систематические удары. Токмак, Мелитополь важен, Лариуполь, Армянск важен, как узловой город. Я уверен, что там будет такой лист, шорт-лист населенных пунктов, которые имеют первоочередное значение и также будет список тех городов, куда вероятнее всего можно дойти с учетом того, что Российская Федерация заминировала, окопалась и так далее. Сразу после сообщений о ночных ударах по Токмаку российская сторона заявила, что ВСУ пошли в наступление на Ореховском участке Запорожского направлению между Малой Токмачкой и Новоданиловкой. По словам пропагандиста Александра Сладкова, украинская сторона потратила в боях до тысячи боеприпасов, в том числе ракет системы «Хаймерс». Сладков назвал прошедшую ночь решающей для путинских войск, которая якобы войдет в историю. Активные наступательные действия на Запорожском направлении продолжаются. Противник идет вперед волнами, пытаясь проломить нашу линию обороны. Противник действительно захватил одну из наших позиций. Это выносная позиция боевого охранения. То есть до основной линии они не дошли. Конечно же, реляции пропагандистов о предварительных итогах боев исключительно победные. Среди украинских солдат якобы много погибших, а количество уничтоженной техники более 30 единиц, в том числе танки «Леопард-2». Снятые дронами кадры этих характерно угловатых массивных машин уже обошли социальные сети. Пока достоверно неизвестно, удалось ли российским военным подбить или повредить детище сумрачного тевтонского гения. Но факт остается фактом. Западная тяжелая бронетехника дебютировала в СВО. Днем 8 июня еще один российский военкор Александр Коц уточнил, украинские силы наступают и с другой стороны, от Каменского в район Пятихаток и к Васильевке. Получается, линию обороны в Запорожской области пытались разрезать в трех местах. Исходящимися ударами пойти на Токмак с трех сторон. Атаки со стороны Каменского на Пятихатке пока стихли. На Ореховском продолжаются. Каменское находится на северо-западе Токмака, Новоданиловка северо-восточнее. Токмак как бы посредине между этими населенными пунктами и южнее. Если ВСУ будут успешно продвигаться слева и справа от города, в результате они могут дойти до него и лишить путинскую армию одного из ключевых узлов. При этом сложность в том, что российские войска создали на Запорожском направлении мощную линию обороны. Вот эта вот сторона Южная, Екатеринская, Запорожская область очень сильно заминирована. Несколько линий обороны, к сожалению, насчитывали 5 и 6 линий обороны. То есть минные окопы, минные окопы. То есть россияне действительно там забетонировались и хорошее укрепление сделали. К сожалению, у них было время, пока у нас не было силы, они, к сожалению, окопались. И теперь это будет намного труднее. Но здесь нужно найти ту слабую точку, в которой можно будет вскрыть российскую оборону. Российские источники пишут, что в состав механизированных групп ВСУ не входит инженерная техника для разминирования. А танки «Леопард» переданы без минных траллов. Поэтому якобы и потери большие. Украинские неофициальные источники подчеркивают, Москва преувеличивает важность момента. Пока что ВСУ лишь пытаются пробить первую линию обороны на Запорожском направлении. А среди российских военных уже есть пленные. При этом ни эту информацию, ни заявление пропагандистов об уничтожении «Леопардов» никто из официальных лиц не подтверждает, но и не опровергает, что стало причиной возмущения в соцсетях. Пока появилось лишь два довольно расплывчатых комментарий о том, что происходит на Запорожском направлении. А ближе к вечеру замминистра обороны Анна Малер написала, что в районе Орехова противник находится в глубокой обороне. О том, что ВСУ действительно начали наступление в Запорожской области, пишет The Washington Post, ссылаясь на военного на правах анонимности. Он отмечает, что бои проходят тяжело. С обеих сторон работает и артиллерия, и авиация. Ближе к утру 8 июня в ЗЭЦ-сообществе стали писать, что в результате попыток наступления ВСУ имели частичный успех. А после полудня появилась информация, что на одном из рубежей подразделениям российских войск все же пришлось откатиться южнее на заранее подготовленные позиции в районе села Работино. К ним якобы пробивается подмога соседних участков. Но есть ли это подмога? Судя по тому, как долго Российская Федерация решает вопрос Белгородской области, насколько долго там все не тушится. То есть, если были какие-то резервы, то, возможно, что-то подбросили туда, чтобы потушить действия РДК. Если бы, наверное, были резервы, то, скорее всего, как-то бы заблокировали продвижение наших военных на Бахмуте. Российские военкоры прогнозируют, главный удар придется на ближайшие трое суток на направлении Орехов-Токмак-Мелитополь. По их словам, пока что Киев не вводил в бои основные силы. В свою очередь, украинские источники подчеркивают, контрнаступление не проводится за три дня, а нынешние атаки – лишь разведка боем.